Владимир, ваше мнение, что будет дальше с Украиной. А тут нет никакого мнения, тут все ясно и понятно. И это касается не только Украины. Поймите, дорогие друзья, многие все разделяют, спрашивают, а что будет с Украиной? А нет никакой разницы между тем, что будет с Украиной, и между тем, что будет с Россией, и тем, что будет с Узбекистаном, Таджикистаном, и вообще со всеми странами бывшего СССР. И более того, со странами Европы. Нет никакой разницы. Будет одинаково. Поймите, одинаково. И в Бельгии, и в Германии, и на Украине, и в Польше, и в Румынии, и в Казахстане, и в Таджикистане, и даже в Афганистане. Одинаково было. Вот это надо понять. Приветствую. Владимир вчера натолкнулся на видео с канала такого-то. Про время. Оказывается, время навязало нам системы. Если исключить время из своей жизни, то изменится и жизнь, и тема. Может быть, не совсем правильно выразились. Дело в том, что мы не можем ощущать динамику жизни, то есть чувствовать себя живыми, без такого параметра, как время. Система не может ничего навязать. Время существует для того, чтобы персонаж мог просматривать кадры. А иначе как будут кадры сменять друг друга? События не могут сменять друг друга без параметра времени. Ощущения времени нету в других мирах. Оно есть вот в этом плотном мире. Там по-другому устроено время, например, в тонком мире. Оно не ощущается как таковое. И можно попасть в любой пространственно-временной кластер. Просто направленностью в собственной мысли. Итучение. Думаю, шарахнут резко и сильно. Все расписано. Поэтому, друзья мои, сейчас очень многие, те, кто стоял у ответственных должностей, кто знает о том, что происходит, в срочном порядке сажают свои задницы в самолеты. Да, куда угодно. В Турцию, ну, в самое ближайшее, ну, и в другие страны. А тот, кто поумнее подальше, отъезжает оттуда. Ну, кто-то и остается. Там тоже можно будет повеселиться. Физкульт-привет и Новгороду тоже. Не только У и Р зачистят, а и все остальные страны Европы тоже. Это тотальная зачистка всей евразийской территории. И не только евразийской. Это стало возможно только после того, как люди подписали бумажки. И им сделали дырочки. И через эти дырочки что нужно вбили. Для всех ли важно менять питание? А, ну, и ты вопрос уже ответил. Да, был. Не обязательно. Не хотеть не надо. Что значит повыпускать кишки? Вы к чему призываете? Я ни к чему не призываю, дорогой друг. Я описываю то, что будет происходить. Это в вашем уме возник, призыв возник. Вот вы призываете, а я рассказываю свое мнение относительно того, что будет происходить. Призыва в этом нет. Более того, я активный противник подобных призывов. И те, кто публикует страшилки разновсяческие на канале, я думаю, вы видите, что они исчезают. Я их вычищаю оттуда. Ну и не только я. Поэтому понимайте правильно. Но каждый понимает в силу собственной испорченности. Если выйти на площадь и крикнуть пидорас, пидорас откликнутся однозначно и сразу. Они будут возмущаться. Понимаете, да? Подумайте об этом. Если есть участок в пригороде с городом, можно ли выжить? Выжить можно только без страха. Внутри себя. И все. А все остальные, кто в страхе находятся, они обрекают себя на расставание с этим телесным аппаратом. Но в этом тоже ничего особенного нет. Это постоянно происходит. Мерлизонский балет перемещается. Он не перемещается, а костер разгорается. Знаете, как Ильич в свое время из искры разгорится пламя. Вот сначала костер-то сложен на территории всей Европы, а спичку бросили на территории Украины. Вот и все. Все. Вся история. неужели их не остановят? А кто их должен по-вашему останавливать? И с какой стати вообще это стало возможно? Вот об этом стоит подумать. Почему это стало возможно? Вчера как раз передача была. Совокупность индивидуального порождает социальную систему и систему управления. Поэтому искать виноватых, кто ищет виноватых, надо заглянуть в зеркало. бездействие тоже является действием. Поэтому совокупность бездействий или действий породила то, что происходит. И нечего искать виноватых. Потому что те, кто это делают, они имеют возможность это делать в силу действенного бездействия большинства. вот и все. Балет уже давно идет, да? Все правильно. Владимир, а каковы предположения по поводу Москвы? Предположения самые забавные по поводу Москвы полное выселение. Через некоторое время полное выселение. Причем люди сами побегут. Как уже отрепетировано все, и не только Москва, и другие города, все крупные города практически. Под предлогом разных угроз, в основном, конечно, химическое, бактериологическое, ядерное заражение, отключение атаки террористов, электронщиков, отключили все сервера, говно не сливается в унитазах, электричества нет, квартира не отапливается. Что вы дальше делать будете в этой бетонной будке? Тепла нет, канализации нет, водоснабжения нет, электричества нет. Что будете делать в этой бетонной Никаких вариантов нет. Очень удобно, в колонны по четверым и в те загоны, где давно приготовлены уже четырехместные пластиковые гробы, которые выпустили китайцы на весь мир миллионными тиражами с консервантами, с консервантами. Они все заготовлены. И в Америке тоже заготовлены. Мерлизонский балет пока идет на границе. Как бы не пошло, вы что думаете, это просто так, что ли, кто-то посидел на суп и поковырял, что Миколе и Джинки его нужно было на Ивана бежать или Ивану на Миколу бежать. Зачем это все нужно, вот этот гавнезин? Кто все это замешал весь этот гавнезин? Понятно. Простым людям, которые сейчас рвут друг другу глотки на фронте. Им что это нужно было хоть раз-то вообще? Для чего им это надо было? Им что, заняться нечем было, что ли? Скучно было дома сидеть с детьми женами, скучно было трудиться, нужно было себя развлечь каким-то образом, пойти, чтобы полжопы оторвало, кому-нибудь полжопы оторвать. Вот людям заняться нечем было, что ли? Как думаете, кто это все придумал? Кто это такой веселый парень, который придумал так, чтобы два соседа, которые раньше вместе отдыхали, пили, женились и всякое такое прочее, сейчас друг другу глотки рвут? Как это так случилось? Все сделано. Когда понимание приходит, все и приходит, поэтому все то, что сейчас происходит, нет никаких противоречий между менеджерами этих стран. Они обо всем договариваются. Задача убить двуногих утилизировать и использовать страх для выкачки энергии из тех, кто остается и тех, кого потом утилизируют. Вот задача какая. А люди думают, что где-то случайно случилось. Вот это видели? Никаких случайных никогда не бывает. Это спланируемая акция по сокращению численности популяции двуногих на планете, осуществляемая хозяевами этой фермы, нелюдями, при помощи тех людинов, которые это делают, которые занимают ответственные посты. Но сначала они должны были попасть люди с определенными вот этими психологически этическими качествами на свои посты, чтобы вообще подобное дерьмо было возможным. Понимаете? Как это случается? И теперь это дерьмо стало возможным. И теперь все это происходит, и все кувыркаются. В этом нет, конечно, никакой радости, но и печалиться по этому поводу абсолютно никакого смысла нет, потому что должны сдохнуть те, кто является причиной происходящего. А по-другому никак не будет. это закономерность. Те, у кого есть возможность сейчас очнуться, изменить свое мировоззрение, пересмотреть отношение к себе в первую очередь, и через это пересмотреть отношение к окружающим, полюбить себя и полюбить ближних, да, с них и начнется новый виток цивилизации, новая цивилизация начнется с них. Остальные сдохнут, им пора. Вот и все. Не готовы полюбить себя, не готовы полюбить других, но тогда нужно на перезагрузку. В этом тоже ничего плохого нет. Все мы умираем, тут нет бессмертных. Бессмертных тут в физических телах нету. Я не то, что там радуюсь по поводу того, что несколько миллиардов человек умрет. Все умрем. Без исключения. Физические тела умрут, я имею в виду. А функция наблюдения останется. Так что беспокоиться-то по этому поводу? Нужно просто понимать, что происходит и не рвать волосы ни голове, ни на жопе. Понять, для чего мы существуем в этом мире, исполнить свое предназначение в этом мире, чтобы было интересно и весело, и с любовью. Вот и все. Там, конечно, может быть, мнение отличное от моего. Я не спорю. Может быть, кому-то хочется попребывать в состоянии панического страха. Пожалуйста, вам никто не мешает. Новая земля. Там и Грегора, а рядом и Глакощея. Сказка про Кощея Бессмертного. Откуда она взялась еще? Случайно, что ли, возникла? Обитель зла, иными словами. Фильм же подсказки имеют место быть. Владимир, здравствуйте. На Украину зашло много техники БУ, Эппл. Это к тому, что вы говорили, что скоро можно будет ими гвозди сбивать. Безусловно. Не без этого. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. А как в Канаде? В Канаде уже давно строят подземные тюрьмы для канадцев. утилизаторные подземные 40 этажей только не наверх а вниз. Там и крематорий и все остальное все имеет место быть. Прямо вот как раз обитель зла. Владимир, когда приблизительно это закончится? Закончится, когда всех утилизируют, кого поставили под утилизацию. Раньше никак. Ну, приличное количество лет еще имеет место быть. Здравия, Владимир! В Москве уже наличку отменили в автобусах. А ее скоро отменят не только в автобусах. Вы знаете о том, что Приватбанк на Украине сообщил по поводу того, что налички фигунки теперь бы с некоторых счетов уже не снять с долларовых и с евро счетов фигуленький. Извините, мои хорошие, а что вы думаете в другой тюрьме, которая называется государством РФ, там как по-другому будет? Нету разницы, границ нету. Друзья мои, перестаньте себя разделять. Есть человеки, есть люди, есть человеки. А все остальное фикция. Скажите, пожалуйста, все города России будут задеты. Так или иначе, в большей или меньшей степени, но основная задача, основная задача, это тот регион, оттуда воспаление все будет. На определенном этапе, когда это пожарище разгорится до нужного значения, выйдут на сцену новые ребята и скажут, боги прилетели. Теперь вы все рабы, вон, боги прилетели, а мы помощники богов. Как в древнем Египте. Часть регионов России останется как сырьевая база. Все равно нужно где-то выпускать оружие, как во время Второй мировой войны Урал был. Нужно же где-то выпускать то, чем люди убивают друг другу. Без этого никак. Как же они убивать друг другу будут? Что, голыми руками что ли? Или кухонными ножами? Не годится. Поэтому заводы никогда не бомбят. Тем более это ценный ресурс глобалистов. У них заводы по всему миру. Вы думаете там какие-то Васьки или Федьки или Гансы владельцы вот этих военных заводов, пароходов, теплоходов. Вот это видели? У них есть бенефициары, которые никогда не показывают своего лица. А над ними есть истинные владельцы. Здесь ни у кого ничего нету. Здесь есть только те, кто могут пользоваться какими-то благами. Ну в любой момент у них могут это забрать. Искать мой хороший из князей до грязи. Раз и все. Вот Уайлд Вест в третьей по-моему части сериала Уайлд Вест очень хорошо это представлено. Когда к президенту одной небольшой страны прилетает такой глобалист и говорит мой хороший ты что совсем тут спутал как это в бандитском мире рамсы попутал. Ты президентик здесь маленький. Сейчас я вот так пальцем щелкнул тебя завтра толпа разорвет как Маламара Каддафи на площади. А вот этот усатый который стоит охраняет в твоей гвардии он станет президентом. Прям завтра хочешь? Вообще никаких проблем. На раз два три. Поэтому делай чуть и говорят. Или как этот самый президент Зимбабве случайно помер от страшного заболевания. Так случилось? В каком дебильном мире мы живем? Да я так не думаю. Этот мир интересный на самом деле. если вы хотите находиться в дебильном месте находиться. Но у каждого есть возможности. Она всегда есть. Некоторые думают что этой возможности нет и они заблуждаются. Они сами себя этой возможности лишают. Дорога возникает под ногами идущих. Владимир и так хочется чтобы случилось чудо. Чудо случается каждый день. вообще наше с вами существование в этом мире это уже чудо. Просто люди этого не замечают. Насколько это интересно. Насколько это прекрасно быть живым. А до омороченных голов вам-то какое дело? Дошло не дошло? Вам-то что с того? У каждого свой путь и все всегда происходит вовремя и правильно. Если сегодня не потребно чтобы дошло до головы омороченного человека значит еще не настало то время. Все всегда происходит вовремя. Готовы к празднику жизни как никогда. Вот и слава Богу. Сегодня так завтра так и младенец и старик теряет одинаково. Только настоящее мгновение восприятия. Поэтому некоторые говорят пожил а другие говорят умер не успел пожить все успели пожить одинаково. Это субъективное мнение относительно пожил не пожил. Главное не беспокоиться. Мапин рай как говорят тайцы не надо беспокоиться. Нужно просто быть очень внимательным а беспокоиться не надо. если вам в голову летит кирпич не нужно орать что вы там такой патриот сейчас башкой разобьете этот кирпич супер кирпич и бой я крутой я разбиваю головой летящие кирпичи но разбивайтесь хотите это как бежать по пулю из граблей и думать о том что грабли не сработают бежать себе на грабли наступает хорошо владимир здравствуйте что скажете про место пребывания в сочинских горах ничего не могу сказать вам нужно сердцем почувствовать для одних это место будет вполне хорошее для других нехорошее невозможно сказать применительно ко всем поймите я об этом много раз говорил ранее необходимо определять каждому по сердцу вам это ваше место или не ваше то что мое может быть не ваше то что ваше может быть не мое несмотря насмотрелось нехороших снов проснулась в депрессивном состоянии никак не могу отойти пойду подзаряжаться на природу ну и правильно а чего депрессивных снов просто подсказочки не надо беспокоиться по этому поводу зачем уже эвакуация идет в Шибейкино принудительная какая радость детей отдельно от родителей ох на колбасу красота вкусняшечка людей заселяют в спорткомплексах как и на Украине кто-то кричал можем повторить вы знаете ну вот этот патриотизм равно идиотизм поэтому сейчас те кто проявляли свои яркие патриотические качества сидя на диванах радуясь убийству других людей радуясь тому что кишочки там кому-то выпускали да кричали там хохляков на мыло они же такие люди как вы понимаете нет пора ощутить все на собственной заднице а вы а вы кому относитесь к двуногим или крепто а вам как больше хочется может крепто а может пиу-пиу-пиу-пиу к этим самым которые серые с такими глазами хотите хотите к таким хотите к другим главное чтобы вы только боялись судя по вашему комментарий я могу для вас побыть кем хотите лишь бы вам приятно было могу даже вампиром понравилось? они должны были это начать еще в конце двадцатого века что-то слишком доброе не все всегда происходит вовремя готовились а как же русский медведь какой медведь там медведь давно уже превратился в обосранного зайца неужели непонятно вот эта вот идея русского медведя который там где-то бродит с ядерной дубиной что все остальные в этом мире оконченные пидорасы а вот только русский медведь они говорят вот такой надо немножко смотреть на мир широко открытыми глазами просто необходимо понимание и все вот эта вот идея которую привели матроса всех гранат еще бля гранатой вы хотите лично вы хотите гранат вы готовы взять гранату и бежать там вот кого-то взрывать вам это надо вообще нет но патриотические ловни веселые конечно все вот эти вот сказки которые нам рассказали патриоты себя где-то взорвали танк подорвали со связкой гранат убежать не надо было над всем жопу гранат напихать и под танк лечь так веселее про четырехместные гробы слушать особенно весело ну а че ну оно же есть из песни слов не выкинь фема давно закупила и заказала эти гробы фема посмотрите что такое фема фема действует на территории всего мира это только кажется что здесь нету американских баз только кажется что здесь нет того здесь все есть а некоторые живут рядом с этими базами прям вот бок оба и все а люди то они же как шторки опустили и все больше ничего чтобы устанавливать систему старую стирают с вирусом понятно Калининград вас приветствует у нас много всего строят строят и снова строят и правильно и так и будут строить сидите вы за муравейником наблюдаете вам там очень важно что там муравей себе строят в своем муравейнике для того чтобы муравьи думали о том что все в порядке пускай строят вы что думаете кого-то беспокоят эти затраты что ли система не вырабатывающая антивирусы иммунитет зачищается ну понятно сериал колонии американские в конце фильма получили по заслугам и те кто помогал уничтожать человечество а по чьей воле все это делается как вы думаете вы думаете что какой-то там черт сидит где-то который все это придумывает какой-то боженька который ни хрена не видит там он боженька отвлекся слегка у него жопа зачесалась и вот он перестал видеть что черт там делает сидит себе а может завтракает потому что спит просто боженька у него там как-то вот у него так случилось поспать захотелось пока какой-то черт там что-то делает в своем уме это вообще нет в этом мире есть две противоположности и все состоит из Бога а вы тут говорите кто-то получил по заслугам по заслугам получают уже прямо сейчас и у каждого придет понимание того что сделано его руками оно и есть и для этого не нужно куда-то отправляться в какой-то ад оно уже здесь у многих ад прям при жизни а затем какая жизнь будет на земле да все вернется на круги своя как обычно цикл снова начнется и опять все придет к такому же нелюди правящие они что бессмертны в определенном смысле у них нету геностарения их конечно можно убить безусловно как и любое физиологическое существо во вселенной но это не так просто а особенно для человека это все равно что курицы замочить хозяина это ж нужно всем курицам собраться договориться потерять всяческий страх и когда хозяин курятника придет нужно всем скопом напасть на этого одного и заклевать его несмотря ни на что из серии сверхпочти невозможных вещей а у меня знакомые с москвой выехали в канаду пока радуются да и хорошо может быть им там и место поэтому и радуются мне сегодня приснилось что мой отчим стал зомби но не как в фильме а просто с не мигающим взглядом выполнял как будто чьи-то команды внутренние это ждет тех кто подписал бумажку россия прекращайте отправлять своих мужчин ура 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 отменяю запрещаю оперделяю помогает да вот это то что вы пишете помогает кому вы пишете зайдите лучше на другой канал там где эти собираются осознанные да вот эти давай поженимся туда зайдите и там вот это публикуете а здесь большинство понимает прекрасно что происходит поэтому не нужно просто здесь наталья потом начнется новое правильно не хочу утилизироваться мы рано или поздно все утилизируем все думаете здесь есть те у кого не стареющий ген имеет место быть так нас конструировали что у нас есть ген старик сегодня в Екатеринбурге начали принимать мелочь монеты типа в магазинах не хватает мелочи через какое-то время невозможно будет расплачиваться фиатными деньгами наличными а потом цифра и полный контроль а как вспомнить свое предназначение сердцем единственный способ в абсолютной тишине ума писатель фантаст точно мой хороший точно из пушки на луну на утилус и все такое прочее все это бред сивой кобылы точно фигня все Катюш вы вообще тут случайно зашли тут же психи собрались и я тоже псих вы все тут психи больные наглого люди говорим какую-то фигню какую-то говорим совершенно ненужную в звездном автобусе пылим куда-то через тернии к звездам умные люди заходят смотрят на этих дебилов на эту говорящую голову бубанят фигню какую-то вообще буробят несуразную совершенно идите скорее отсюда идите идите а то заразитесь еще нашей глупостью это же катастрофа у нас в городе крупный нефтехимический завод НПЗ нас значит не тронут еще это вы взяли нефтебаза в первую очередь приятно поджечь чтобы так сказать зрелищно было для всех остальных ну бензинчик там оставить поменьше и опс подожгли и порядок можете озвучить ваше общее видение про Казахстан оно точно такое же как и вся территория Ебразии Игровая платформа да совершенно верно Сбер в такую переходит полностью не без нал потихоньку нал да уберу Владимир как можно прокормить себя на случай голода а я об этом в предыдущих видео много раз говорил необходимо просто быть поближе к земле земля живет наша мать и немножко начать ее любить и вспомнить то что умели наши предки выговорит оша нашего времени нет я не оша и не кокоша и не татоша ну сам по себе как-то да вот существует телесно-умышный аппарат существует рот у меня периодически говорит какие-то вещи сам смотрю на свой рот слушаю умом уже слушаю что он там рот такого интересного наговорил жить-то веселее становится интересно всем мира и любви о хорошее пожелание какое здравствуйте владимир на днях смотрел ассамблею зуб аж кузов там утверждают что все народные целители под контролем глобалистов а как вы этого избежали я вообще не знаю кто такие зов или воз зов как-то как-то мне это совсем не интересно потому что я себя не считаю народным целителем вот некоторые вещи делаю но я не заявляю по поводу того что я то или я это это те кто получили результат они пускай решают для себя я то или это а я не то и не это меня по сути не существует да все что написано в социальных сетях там написано натуропат я себя так ощущаю да какая цель всего происходящего игра все суета суета ради осознавания творцом существования вселенной и его отражения во всю эту радость прилетит бумеран вон какой до этого дел никто не знает прилетит или не прилетит никто не может знать потому что те кто исполняет волю творца и при этом не лгут а просто исполняет волю творца в скверной стезе например если мы посмотрим на высказывание Белого Гейца он же не лжет он стебется но говорит правду он не лжет и многие другие не лгут тоже те кто понимают они исполняют волю творца тоже только они уничтожают других но при этом не лгут не лицемерят да я вас убиваю а другие говорят нет а я вас созидаю Владимир после капремонта на крыше дома установил вышку это Москва стали жуткие состояния а как вы хотите конечно будет апатия от вышек надо держаться подальше все продано и предано написали а так и было всегда аж думать когда-то было по-другому что ли это комедия для кого-то комедия а для кого-то трагедия а вы что выбираете списки говорят давно есть кого утилизировать а этот список внутри индивидуум сам определяет если он боится он подписывает себя на утилизацию здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание до новых встреч субтитры до новых встреч Продолжение следует...